Хоккейный клуб «Адмирал» уступил своему прямому конкуренту за место в восьмерке сильнейших. Приморцы на выезде встречались с Сибирью. Начало матча гостей застало врасплох. Первая же атака новосибирцев на 16-й секунде завершилась голом. Причем никто на арене, кажется, и не заметил залетевшей шайбы, если бы не видеоповтор. Через пару минут хозяева забили еще, но гол не засчитали. Напряжение нарастало, и у обеих команд стали сдавать нервы. Череда удалений не позволяла никому проявлять инициативу. Вернуться к стартовому балансу та же Сибирь смогла только во втором периоде, когда сначала увеличила отрыв, а затем и вовсе перевела игру в сухие 3-0. «Адмирал» ближе к концу 20-ти минутки все-таки сумел отыграть одну шайбу. Правда, и то только из-за ошибки галкипера-хозяев. Вовремя подкараулил Алексеев. Новосибирцы же не собирались успокаиваться и атаковали без перерыва. На льду стало чувствоваться полное доминирование над моряками. Этот факт в скором времени привел сначала к четвертой шайбе в воротах «Адмирала», а затем и последней пятой. Гости же ничем ответить так и не смогли. 5-1, победа Сибири. Я так думаю, тут комментировать так особо нечего. Сибирь сегодня была сильнее нас, выглядели мобильнее. Вышли, скажем так, умирать, чего мы не сделали. Были у нас там несколько отрезков, да, таких неплохих, которые мы провели, но этого очень мало. И, опять же, повторюсь в целом, Сибирь выглядела сильнее. И сегодня, в принципе, все закономерно. Так, Сибирь, поглядя. Ну, мне давать, наверное, особо нечем. Поблагодарю ребят за характер, за эту победу. Готовимся к следующей игре. Теперь у моряков ситуация непростая. «Адмирал» все еще остается на восьмом месте в чемпионате. Однако имеет те же 79 очков, что и Сибирь, подпирающая снизу. Следующий матч приморская команда проведет 4 февраля в гостях у омского «Авангарда». Приморские спортсмены начали подготовку к Кубку мира по КУДО. Наши бойцы в составе национальной сборной готовятся к соревнованиям, которые пройдут с 10 по 13 февраля в Индии. Честь края будут защищать Андрей Гришин из «Находки», а также два представителя Владивостока – Игорь Пермин и Константин Караульных. Сейчас сборная России под руководством Национальной Федерации КУДО проводит тренировочные сборы на базе в Подмосковье. Все спортсмены готовятся к предстоящему турниру в изнуряющем режиме – по три тренировки в день. Кроме базовых боевых отработок, большую часть времени занимает общефизическая подготовка, в том числе занятия в тренажерном зале. Напомню, состав участников сборной определился на всероссийском турнире, который прошел в декабре в Москве. Тогда же свое место в российской команде, кроме бойцов, получил и старший тренер Дальнего Востока по КУДО Юрий Бородий. Решающие матчи хоккейного турнира среди дворовых команд Владивостока пройдут в ближайшие выходные. После нескольких этапов из 16 первоначально заявленных коллективов остались лишь четыре сильнейших. В упорной борьбе, которая шла почти в течение месяца, свои путевки на полуфинальные игры получили команды Босфор, Беркут, Старт и Тандра. После жеребьевки определились пары, которые встретятся в одной-второй. Уже 4 февраля Тандра сойдется с Беркутом, а Старт скрестит клюшки с Босфором. Финал же пройдет 5 февраля в 11.00 на хоккейной площадке по адресу Фанзавод 18. Именно там победитель получит заветный кубок главы города и звание лучшей любительской команды Владивостока. Напомню, что в прошлом году в этих соревнованиях чемпионом стала команда Труд. Максим Яковлев, Новости спорта на восьмом.